Мы рассматриваем 52 главу Исаии, с 13 по 15 стихи. Этот раздел, который мы читаем, легко его разделить на 5 частей, каждый из которых состоит из 3 стихов. И каждое первое предложение, каждая первая фраза является также темой этого отрывка. И первая часть 13-15 стихи можно назвать эту часть, «Вот раб мой будет благоуспешен». И что тут ссылка идет на самого Мессию, тут Мессия-слуга, и давайте соединим это с предыдущим отрывком, где говорится об отрывке. Как мы уже видели в 42 главе 1-6, там описана миссия слуги, миссия отрока. И 49-13-15, миссия слуги. Также там будут у него трудности на дороге. И Исайя 50, глава 4-9 стихи. Получается, говорится о страдании Мессии, слуги, но нет причины. Почему? А теперь в Исайя 52, 13-15, говорится о том, что его физические страдания ведут к смерти. Причины страдания в 13-15 стихах. Это подбитие итогов всего того, что будет в 53 главе. И предыдущие 12 стихов 52 главы просто расширено объяснение трех последних. И в 13-м стихе делается акцент на том, что миссия возвысится, превознесен, вознесен, возвеличится. Говоря о вознесении миссии, как он воссядет одесную по правую руку отца, Бога Отца. Превознесение также указывает на воскресение Ишуа. А здесь используется слово «возвыситься». Либо он вознесется очень высоко, что завершится тем, что он воссядет одесную Бога Отца. Слуга будет поступать мудро, и его действия приведут к славе. В 14-м стихе объясняется, что до его вознесения миссия пройдет через унижение. И его тело было так обезображено, что он больше не был похож на человека. Интересно, что когда Пилат представлял Ишуа после победения, он сказал такую фразу «все человек». Либо же он пытался сказать «ну вы что, не видите, это же еще человек». Настолько он был изображен. И это происходило, когда над ним издевались. И сорок ударов особенной плетью, такой сплетенной из нескольких нитей. И на каждой нити был прикреплен гвоздь либо кусок стекла. Что буквально в смысле сдирало плоть от его костей. Не только со спины, но и потому, что они зацеплялись плетью вокруг всего тела и полностью обезображивали все тело. Многие в те дни даже не могли выжить сквозь пройти это наказание. И так они умирали, даже не дойдя до степени распятия, потому что они уже к тому времени мертвы были. Мы видим из этого, что служитель слуха будет страдать и ужасно будет обезображен. Несмотря на ужасное страдание в 14 стихе, в 15 стихе, Мессия is destined for eventual success and victory. В конечном итоге Мессия достигнет успеха и победы. Те, которые однажды насмехались, они молкнут. A day will come when their mouths will be closed in awe at him. Они закроют свой рот уста в изумлении, изумляясь перед ним. This verse tells us that the servant's suffering will eventually gain the silent attention of world leaders. When they begin to understand the purpose of his suffering. When they begin to understand the purpose of his suffering. И когда мы перейдем к 53 главе, these points will be explained in a little more detail. Мы больше увидим даже детали этой истории. In verse 53 verses 1 to 3, who has believed our message? Кто поверил слышанному от нас? The emphasis of verse 1 is on the unbelief of Israel. Акцент в первом стихе на неверие Израиля. Okay. In verse 1 it says, who believes our report to whom is the arm of Adonai revealed? They did not believe the message. The message was that Yeshua is the Messiah. Isaiah besides referring to Messiah as the servant of Jehovah, также как Исаия о нем говорит, он является слугой Иеговы, также говорит о нем как о мышце Господней. Как он делает это в первом стихе. Earlier, in Isaiah 40.10, Isaiah declared that the arm will rule for God. Okay. Does it say that in your Russian translation? The same. Yeah. In Isaiah 51, verse 5, Isaiah 51, verse 5, it says, the Gentiles will trust in the arm. Говорится, спасение мое восходит и мышца моя будет судить народы. Тоже это Мессия говорится, мышца, это Мессия. In Isaiah 51, verse 9, острова будут уповать на меня и надеющиеся на мышцу мою уповать. In Isaiah 51, verse 9, the arm will redeem. 51, verse 9, сказано, облекись крепостью мышца Господня и... Yeah? In Isaiah 52, 10, the arm will provide salvation. Обнажил Господь Святую Мышцу Свою перед глазами всех народов. Okay? This gives you a better picture of what Isaiah is trying to confer when he talks about here the arm of Jehovah. from God. What is Isaiah thinking when he's using this terminology? He's thinking of all of these things that we just talked about. the rule of God. Правление Бога. Gentiles trusting in the arm of God. Язычники возлагают свою надежду на мышцу Господню. The arm of God will redeem. And the arm will provide salvation. Okay? This is something which you need to understand. There is this term, this terminology, the arm of Jehovah. Вот, поэтому понимаете этот термин, который звучит как мышца Господня, мышца иегова. But we need to understand what that means to fall. И нужно понять это во всей полноте. And as you read these verses in Isaiah, Isaiah declares it to us. He explains it. He explains what he means. И когда вы читаете эти стихи из Исаии, сам Исаия объясняет, что же это значит. Isaiah 53.1 reveals the identity of the arm. 53.1 мы можем сказать узнаем, что же это за мышца Господня. To be the same as the servant of Jehovah. Это то же самое, это тот же, кто является слугой Иеговы, отроком Иегова. In other words, the Messiah. In other words, If we look at Isaiah 52.13-15, the summary is Israel expresses surprise at what has just been stated. converted. Okay, some of the reasons for this disbelief are given in Isaiah 53.2. 53.2. 53.2. For before him he grew up like a young plant, like a root out of dry ground. He was not well formed or especially handsome. We saw him, but his appearance did not attract us. We saw him, but his appearance did not attract us. For the Jewish people at that time, for the leaders, there was nothing about his first coming which seemed to them unusual. Naturally speaking, he was born in a normal, indeed, rather poor circumstances. He was born in a normal, rather poor circumstances. This is a reaffirmation of Isaiah 11.1. It's a подтверждение, повторение Isaiah 11.1. But a branch will emerge from the trunk of Yeshua. A shoot will grow from his roots. Furthermore, we can gather from this scripture that there was nothing in his outward appearance to draw men to him. Еще что можно сказать, ничего не было в его внешнем облике, чтобы привлекало людей. We can assume he probably looked like any other man from Nazareth. He didn't have one of those halos hanging over his head. He didn't have one of those He didn't have one of those halos hanging over his head. His face was probably not shining. He had his hair hair in a normal haircut. He had a beard. He had a beard. There was nothing as far as they could see that in his outward appearance. He probably was not even especially handsome. handsome. And вполне возможно, что он не был симпатяшкой. Никогда Писание о нем так не говорило. If you look in the Tanakh, when it describes Saul, the king, it specifically says, he was a handsome man, he was more handsome than anyone around. And he was tall. A head bigger than anyone else. Wow, that was some guy, girls. Oh, wow, that was some guy, girls. Okay, they turned all the, he turned all the girls heads. He turned all the girls heads when he walked by. Ah, he turned all the girls heads и уже все девушки поворачивали голову, когда он проходил мимо. Saul, говоря о Saul. In contrast, Yishua ничего не было в соответствии с этим Писанием, что бы привлекало людей к нему. But there was, as I told you earlier, something that did draw the people. Но все же, как я раньше сказал, все же было что-то, что привлекало людей. Это что-то внутри него. что-то, что мы не глазами видим. И вы, наверное, встречали таких людей, похожих. Возможно, они не такие симпатичные, не такие высокие. Но что-то есть внутри них, что привлекает вас. Yeah? It was the same way with Yishua. Так же можно сказать о Yishua. This goes completely against all of the portraits and portrayals of Yishua that we are so often shown. And, конечно, это часто противоречит всем тем изображениям Yishua, которые нам представляют. There was a time when most of the films showed Yishua, Yishua, I don't know, showed Yishua, yeah, Yishua. Hebrew stuttering. Часто показывают нам Yishua в фильмах особенно. They showed him as some tall, blonde, Norwegian guy who looked very handsome. показывают высокого блондина-норвежца симпатягу. Yeah? It's true. Look at the pictures you see painted. They show a very handsome man. They show a very handsome man. Yeah? But the scripture tells us that this was probably not the case. That this was probably not the case. There was nothing in the natural sense that would attract people. Nичего не было в его естественном виде, облике, чтобы привлекло людей. Yishua was a Jewish man with a Jewish beard, dark eyes and probably not very tall. And probably not very tall. As I said, the text here in Isaiah is as if we have been transported into the future. Как я уже сказал, что текст здесь, в этой главе Исаии, как будто такое ощущение, что мы перемещаемся в будущее. To the time, when Israel as a nation begins to see that Yishua was indeed the Messiah, which the Tanakh speaks of the Messiah, who speaks of the Tanakh. And Israel confesses, that when the servant was with them, they did not notice anything special about his outward appearance, that would have attracted them to him. One way to look at this text of Isaiah, is to see it as a confession. this text, it is like a confession. when Israel as a nation is confessing its sin of not seeing who Yishua really was. His childhood and growth were no different from those of the others. In verse 3, what does verse 3 say? Let's just read it again for ourselves. Okay? In verse 3, people despised and avoided him, a man of pains, well acquainted with illness, like someone from whom people turned their faces. He was despised, we did not value him. and отвращали от него liцо свое. Verse 3 shows us that his whole life was characterized by a rejection and suffering. In verse 3, it shows us that his whole life was characterized by a rejection and suffering. At no time was he accorded the respect due to his royalty, due to his kingship. Again? At no time was he accorded the respect due to his royalty or kingship. We have to remember that even when Yeshua came the first time, even if he appeared as the suffering servant, he was still the king. and yet he was not recognized. He was despised, rejected and people in general did their best to avoid him. I mean by that mostly those who should have recognized who he was. them. Okay. I just remind you once again, let's keep in mind That Isaiah is transporting us here into the future. And we're looking back in time. Мы смотрим в прошлое, а не наоборот. Мы не в прошлое, в будущее смотрим, а из будущего в прошлое. И в четвертом стихе акцент акцент на заместительной природе Его страданий. Когда это произошло, Израиль этого не понимал. Вы можете это увидеть в четвертом стихе, во второй части четвертого стиха. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и чужен Богом. Помните, что фарисеи и саддуки тогда говорили, когда Ишоа висел на кресте? То же самое, что мы здесь читаем. Они не узнали. Они не хотели узнать. Они думали, что он просто наказан из-за его претензии на то, что он является Сыном Бога. Что богохульствует он. Они обвиняли его. Они даже говорили, ну не словами, но по крайней мере реакция их. Говорили, что он умирает на кресте из-за того, что его и Бог отверг даже. И они думали, что его страдание есть наказание от Бога. В то время они думали, что он страдает за свои грехи. И они думали, что он страдает за богохульство. Они даже не думали, что он страдает за их грех, за грехи других людей. И в тот момент народ, который раньше отверг слугу, признает теперь уже в будущем, находясь, что он страдал из-за них. И теперь они осознают, что он страдал за их грех. И как я говорил, что Исаия 53 – это исповедание греха. И в пятом стихе они признают, что он был поражен за их преступления. Они говорят, он изязлен за наши грехи, мучаем за наши беззакония. И что его смерть была заместительной. И так, что ранами его мы исцелились. И исповедание заместительной жертвы приводит к признанию, приводит к духовному исцелению исцелению их как одного народа. В шестом стихе Мессия не страдает за свои грехи. И они исповедуют, Иегов возложил на него грехи всех нас. Израиль исповедует, что из-за них он возложил их грехи на себя. И это был причин, что служитель должен пострадать. И хочу еще одно заметить здесь. Пронумы в этом стихе «вы» и «вы», местоимения, которые используются в этом отрывке «мы», «наша», «наша». Ведь Исаия был не язычником, а евреем. И он обращается к еврейскому народу. И это означает, что «мы» подразумевают как Исаию, так и еврейский народ. «Мы» — «наши». Это не может относиться к язычникам. Это местоимение. Более того, «все, что происходило с этой личностью, не может быть применимо к народу». Исаия чётко говорит об одном человеке. Народ мы можем увидеть только в местоимениях как «мы» и «наши». поэтому это не может быть доказательством, как бы это хотел нам прибыть нести Раши, что как бы 53-я глава говорит о народе, который страдает. «Это Мессия». Это Мессия. Это личность. Это не «он», не «оно». Это «он». Это не «оно» как народ, ну, неодушевлённое, а как «он» человек. Седьмой, девятый стихи, следующий раздел. Он был истязуем, но страдал, добровольно не открывал уст своих. Если взять седьмой стих, в процессе его страдания, Мессия остаётся безмолвным. Это относится как к тому суду над Иисусом, который был религиозным судом, так и гражданским, перед Иродом, перед Пилатом. Матфея 26, verse 63. Я вам дам ссылки. Матфея 26, 63. Матфея 27, 12-14. Луки 23, verse 9. Записали? Он не произнёс ни слова против обвинений в его адрес. Давайте сравним это с израильским народом. Чем Израиль не был, так Израиль никогда не молчал о своих страданиях. Как народ, Израиль постоянно и постоянно жаловался, снова и снова. После Бога, против Бога жаловался, на Бога жаловался, против мира жаловался. Я не пытаюсь как-то унизить израильский народ. Ничего не прикрасайте в меня. Но это правда. Израиль, как народ, написал много книг, описывая свои страдания и обвиняя тех, кто ответственен за эти мучения. И современное государство Израиль не молчит, оно не пребывает безмолвии, когда арабы атакуют. Израиль бомбит ядерные установки Ирака. И также палестинские лагеря бомбит. Мы не можем сказать, что Израиль остается безмолвным. Либо же Израиль не открывает уст своих. И, конечно, ему не надо оставаться безмолвным. Но это для того, чтобы показать вам, что Раши не прав. Что он говорит, что этот отрывок говорит об Израиле как о народе. И даже ближайшего намека не можно встретить на то, что это относится к Израилю как к народу. Как в прошлом, так и в настоящем времени. Но это описание подходит Мессии. Мессианской личности. Он в смирении подчинил себя страданиям и несправедливому отношению. Ничего не говоря в свою защиту. Даже до той степени, что сам Пилат воскликнул. И что, ты ничего не скажешь в свою защиту, тем, которым обвиняют тебя. И Иешуа остался безмолвным. Он ничего не отвечал на все обвинения. Он никакой защиты никак не защищался, никак не жаловался. Это удивительно, когда вы думаете об этом. Поэтому часто мы не можем стоять спокойно и думать, что же это значило. Восьмой стих Он проходит через судебный процесс, на котором приговорен к смерти. Что в восьмом стихе сказано. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего претерпел казнь. Когда я читаю некоторые из этих стихов, то я сразу пойму, почему раввины перескакивают с 52 на 54 главу. Потому что язык тут ясно, тут все ясно видно. Он проходит через этот суд. Он отвергнут, отторгнут. Когда они используют эту терминологию и в Танахе это означает, что кто-то был легально приговорен к смерти. Но все же он добровольно желал пройти через наказание не за себя. Но, как здесь сказано, за преступления моего народа, которые сами заслуживают наказание. Он был казнен за преступления народа. «Трансгрессион» это намек либо значение на нарушение Торы, на нарушение законов. Этот Мессия очень отличается от моего народа. Мой Мессия отличается от моего народа. В восьмом стихе. Снова прочтем. «А тут из суда он был взят, народ его кто изъяснит, ибо он отторгнут из земли живых за преступления народа моего предел казнь». Эта первая половина очевидно говорит о одной личности. И если вы понимаете контекст, этот один человек был отторгнут от земли живых из-за преступления народа моего. И когда в Писании говорится «народ мой», то говорится об Израиле. Народе израильском. Сколько еще времени? 5 минут still. Okay. Let's just take it up there. throughout both the Tanakh and the Renewed Tevinic customers my people is always a reference to Israel. Мой народ это всегда идет ссылка на народ израильский. Мессия будет убит из-за грехи Израиля. И здесь впервые в Писании мы видим четкое утверждение что Мессия умрет. Что также были предыдущие ссылки на его страдания. Но там не было и намека не было предположения о его смерти. И как я раньше сказал важно помнить что эти мессианские пророчества которых мы говорим это прогрессивное откровение. И чтобы подбить итог этому после суда осуждения его казнят и Израиль не понимает что он умирает или умер за грехи народа. Продолжение следует...